МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 июня в Тверской губернии проходит антинаркотический месячник. О работе по противодействию наркотиков в этой студии мы говорим постоянно. И не устаем говорить о том, что это реальная угроза для всего населения Тверской области. На мой взгляд, это наркотическая угроза сродни войне. И у нас стоит реальный вопрос, кто кого. Вот давайте поговорим, кто на нашей стороне, какими арсеналами мы обладаем и какие трофеи. Миша, начнем с вас. Ну, как справедливо вы заметили, действительно, проблематика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, она актуальна, в принципе, для территории всей России, ну и для Тверской области в частности. Небольшие статистические данные. То есть, за истекшие пять месяцев 2021 года, значит, возбуждено и выявлено порядка 485 наркопреступлений. Это много, Миша? Ну, это чуть... По сравнению с прошлыми, да? Ну, это где-то на 5% больше, чем в логичном периоде прошлого года. Значит, к уголовной ответственности уже сейчас по различным составам привлечено 142 лица за совершение наркопреступлений. Сотрудниками органов правопорядка Тверской области из-за незаконного оборота изъято более 25 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Более 25 килограммов, да? Да, самых различных видов. А сейчас вот что называется на черном рынке преобладает? Вот раньше говорили постоянно как-то пятилетку, менялось направление что называется, наркотиков всевозможных, да? Когда-то говорили о дезаморфине, когда-то говорили о героине. Что теперь? Или сейчас синтетика? В основном, да, вы правы, преобладают наркотики синтетического происхождения, которые вызывают очень быстрое привыкание, ну и, соответственно, как следствие зависимости. То есть мы сегодня опять говорим об опасности той самой пресловутой первой дозы, да? Когда школьникам, те же самые студентов, молодежи говорят, да попробуй, ничего не будет, зато какой кайф, да? И с этого все начинается, тем более, что привыкание моментальное практически. Да, от синтетических наркотиков уже после, наверное, второго раза возникает привыкание. Возможно, привыкание. Потому что индивидуальные особенности организма каждого человека, они дают определенную реакцию на употребление, но зависимость может развиться, к великому сожалению. Ваня, мы, когда готовились к программе, мы с тобой беседовали и говорили о том, что если раньше мы какими-то запретительными мерами орудовали, то теперь это бесполезно, потому что у молодежи, у детей и подростков наоборот. Вот, я сделаю все наоборот и все равно попробую, потому что это круто. Всегда у молодежи было так, просто не всегда это понимали, может быть. А сейчас уже пришли к тому, что это гибридная война, настоящее самое уничтожение народа России, будущего России. По сути дела, если не будет людей, управляй кто хочешь и забирай. В огромную территорию с огромными богатствами и так далее. И все направлено на это. Через всевозможные каналы, через всевозможные, значит, соответственно, интернетные вот эти вещи, которые дают нам возможность. Дети сейчас же все имеют возможность использовать смартфоны, айфоны, все что угодно. Это вот о чем мы говорим, да, с одной стороны плюс, с другой стороны гигантская угроза. Да, более того, вот эта гигантская угроза, через которую они входят, их же оттуда не вытащить, они тоже имеют свойство, как и наркотики, притягивать. И потом, это же заболевание такое, он уже без него не может. Попробуй маленького, который привык смотреть там все что угодно, мультики, еще что-нибудь у него отнимать, он начинает кричать, и давай пока мне, значит, он не ляжет спать, просто не успокоится, пока у него вот этот самый, в руках не будет гаджет. Но суть в следующем. Вот спасибо, Ирина, большое, что ты нас собрала. По моей просьбе, значит, здесь и начинал ты разговор с чего? С союзников, кто вот в этой войне стоит на ксестерне. Вот за этим столом сидят абсолютно точно союзники, спасибо огромное коллегам, которые пришли. И речь идет о чем? Вот мы с 2002 года, помните, тогда это уже оказалось бы для меня, это вроде бы почти вчера было, для нового поколения, это новое поколение выросло. Но тогда это был практически второй, значит, по значимости, центр наркоты в России, Кимры. И вот с него мы... Кимры, да, я помню, мы ездили, там же вот есть такой отдельный район, Миша, были там, да? Цыгане там уже. Они живут практически пустое, потому что все, вот мы ходили, тогда еще был наркоконтроль. И мы ходили с представителями наркоконтроля, вот по безлюдной территории, где все окна заколочены, говорят, этот сидит, 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 один героин. Вот этот героин, и тогда электрички из Москвы ходили туда просто постоянно. И вот мы оттуда начали движение, как раз у нас был, сделали кинофестиваль. Из плена иллюзия он назывался. И вот первый как раз в фестивале мы были направлены на то, чтобы, ну, напугать или сказать детям, вот уже тогда детям мы не говорили, это были, по крайней мере, юноши. Вот в любом случае это юность была, молодежь была в любом случае. Значит, что, ребята, не поддавайтесь на это. И какими-то запретительными мерами, строгача там говорили, что вас ждет за это, какими-то угрозами и так далее. Оно не продвинулось. И вдруг вот потихонечку пришли к выводу, что для того, чтобы сделать и более эффективным эту программу, надо использовать другие методы. Надо приглашать людей, которые просто-напросто увлекают молодежь в другую сторону. Они говорят, ребят, хотите развиваться? Потому что каждая молодятина имеет свойство быть лидером. Желание у них есть, это в крови. Но это с детства выработано, тут никуда не денешься. Быть впереди всех, быть лучше всех, быть храбрее всех, быть самым-самым. И вот на это, о чем ты с самого начала сказала, ловятся ребятишки, когда им говорят, а, ты слабак, не можешь ни курнуть, ни кольнуться и так далее. А какой кайф ты получишь от этого? И ловят на это. А когда другие люди говорят, слушай, если ты пойдешь, будешь заниматься штангой, будешь заниматься борьбой, будешь волейболом, фехтованием, всем что угодно, ты понимаешь, что ты будешь чемпионом олимпийских игр, там еще что-то и так далее. Вот туда. Хочешь петь, будешь вокалистом, будешь вот не хуже, чем Киркоров, такой же популярный и так далее. То есть, если у тебя есть эти данные, но ты их должен развивать. И когда вот взрослые люди, педагоги и прежде всего родители будут закладывать у них вот эту индивидуальность, о том, что человек, Бог наделяет всех практически талантами, только в себе открыть его надо, этого таланта. И он просто так не сработает, если ты не будешь работать над ним. Если человек начинает работать, интересоваться, то он доходит до таких глубин, что на самом деле там дна нет, непостижимые вот эти вещи. Главное, чтобы человек, маленький человек это понял. Главное, чтобы он это понял, поэтому нужно со всех углов, с каждой точки кричать и говорить об этом. А, Ань, на ваш взгляд, с какого возраста надо начинать об этом говорить? Ну, знаете, я на 100% согласна с Иваном Владимировичем, потому что вообще вот изначально телефон, если взять, родители дают его своим детям для того, чтобы немножко освободить свое время, потому что они действительно заняты, домашний хлопот и так далее. Ну, жизнь такая у нас, что ноги на 2-3 года должны. Да, но точно так же происходит и дальше с наркотиками, потому что вообще все идет из семьи. Так или иначе, родители, они изначально как бы делают вид, вроде как ребенок чем-то занят, и хорошо. То есть... Да, он дома. Да. Сидит. Даже толком не обращая внимания, иногда родители, вот тех людей, которые к нам обращаются, они просто в шоке находятся от того, что их ребенок уже годы зависим. То есть они этого не понимают и даже этого не видели, потому что они себя тешили какими-то надеждами, что он чем-то занимается. Поэтому я считаю, что это вообще нужно изначально. Если ребенок рождается в семье, то есть родители должны быть нацелены на то, чтобы вкладывать в него, развивать в нем таланты. Потому что... Вот знаете, у нас на центре реабилитации все такие талантливые приходят. Мы попозже... Да. Анечка, я вас вынуждена перебить. Вы попозже, после перерыва, небольшого перерыва, не переключайтесь, уважаемые друзья. 300-190. Вернемся в эту студию. Еще раз здравствуйте. В эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о противодействии наркотикам. Анна, мы говорили до перерыва, что в вашем центре... Что развивать таланты, да? Да. И что в вашем центре очень много талантливых людей. Все, кто к нам приходит, они очень талантливые на самом деле. Поэтому изначальный вопрос вы задали, с какого возраста нужно обращать внимание. Вот с рождения нужно обращать внимание. Чем живет твой ребенок? Что в нем... Какие в нем есть таланты? Это вот то, о чем говорил Иван. Потому что иногда родителям все-таки стоит пересмотреть даже свою жизнь. Чтобы потом не плакать и не горевать и не удивляться, когда уже ребенку 20, а иногда и ребенку 40 лет. Да, и не удивляться. Да, что на самом деле вот уже такая беда много лет. Поэтому лучше пересмотреть, может быть, свой график в работе. Уделить там какое-то время, там раз в неделю и каждый день. Пусть немного, но уделить своему ребенку, уделить его интересам. Может быть, постараться ему предложить альтернативу, если они будут видеть, что интересы, может быть, недостаточно правильные. И у меня у самой дочери 16 лет. И мы переживали тоже подростковый кризис. И я с этой проблемой знакома. И компания вокруг моей дочери тоже была один период не самая лучшая. И опять же, вступать в какие-то контры со своим ребенком, это бесполезно. Особенно с подростками, которые впереди планеты всей, это бесполезно. Поэтому любовь, забота, общение, которые должны быть в каждой семье. Иначе можно потом очень сильно разочароваться и расстроиться. Миш, 142 человека, причастных к распространению избыта наркотиков, задержаны. Какой это возраст людей? Сами эти люди наркозависимые или это исключительно ради какого-то обогащения? Возраст совершенно разный. Бывают и совсем молодые люди, там 16-17 лет. Есть и постарше, до 40. Да, к сожалению, много из них наркозависимые. И причем уже пристрастились часть из задержанных к употреблению наркотиков после того, как начали заниматься их распространением. А, то есть сначала это деньги, а потом попробовали? Да, и нередко молодой человек, имеющий желание подзаработать, уже тем не менее осознавая, что он занимается противоправной деятельностью, потому что в противоправном контенте так называемые кураторы вот этих, скажем так, с бытовых вопросов, связанных с реализацией наркотических средств, они четко объясняют, да, что действительно ты будешь заниматься незаконной противоправной деятельностью. Есть четкие инструкции, но тем не менее человек из-за желания попробовать, соответственно, употреблять наркотические средства, некоторые просто боятся из-за того, что их поймают, и чтобы избежать стресса, тоже начинают употреблять наркотические средства. Мы много времени уделяем этой проблеме, и в эфире тоже. И я слышала на одной из пресс-конференций, говорили, что человек, который вступает на эту дорожку, я сейчас не говорю об употреблении, о сбытии наркотиков, так называемой закладки, то это счет на недели идет, а то и на дни, пока он не будет обезврежен, скажем так. То есть здесь у вас уже наработанная система, потому что стремятся, у вас же противник серьезный. Ну, безусловно, да, практически каждый день проводятся мероприятия, да, и еженедельно, и бывает, и несколько раз в неделю проводится извержение с изъятием крупных весов, и люди привлекаются к уголовной ответственности. Причем, начиная заниматься этой противоправной деятельностью, почему-то все задумываются только о сиюминутном заработке, да, то есть ты совершил сбыть наркотиков, с тобой рассчитались. Но ведь для кураторов и для владельцев этих вот противоправных интернет-магазинов закладчики — это расходный материал. То есть никто не будет им потом в дальнейшем помогать, задумываться об их судьбе и тем более об их здоровье. Ну, то есть вот как поток, да? Совершенно верно. Вот нанимают, идет, идет, идет поток, этих забрали, этих, что называется, как на войне убили, придут новые, да? Да, а человек, совершивший сбыт наркотиков, потому что неважно, это передача из рук руки, либо дистанционный сбыт, это охватывается в любом случае статьей 228, просто различными ее квалифицирующими частями. Серьезная статья наказания это сейчас? Ну, по части пятой предусматривается даже до пожизненного лишения свободы в зависимости от квалификации состава противоправной деятельности, то есть организованная преступная группа, сообщество и, соответственно, веса сбываемого наркотического средства или психотропного вещества. И все забывают о том, что при привлечении к уголовной ответственности судимость остается достаточно надолго, пускай она будет потом погашенной, и человек уже будет считаться юридически несудимым, но, тем не менее, факт в биографии привлечения к уголовной ответственности за сбыт, он лишает человека возможности в дальнейшем просто нормально развиваться. Устроиться на работу, да? Просто жизнь, это же все перечеркнуто. С официальными органами. Черное пятно. Но это только часть проблемы. Человек может стать на всю жизнь зависимым и, соответственно, в десятки лет сократить просто свое существование, свою жизнь. Здоровую и вообще, в принципе, свою жизнедеятельность. Потому что особенно синтетические наркотики, они колоссально вредны для здоровья, изготавливаются из, ну, к примеру, допустим, мацетона, да, используются, да, в качестве прекурсора для изготовления наркотических веществ, психотропных веществ, психотропных средств. Значит, все это наносит колоссальный вред здоровью и, естественно, бесследно не проходит. Поэтому в первую очередь нужно задуматься именно об этом. Иван Владимирович, 15 июня в кинотеатре «Мир» состоится, я назвала это, познавательно-профилактическим праздником для детей, потому что, ну, все-таки школьные каникулы, да, путь к счастью. Будут там вот говорить про то, что сейчас сказал Миша? Ну, безусловно, потому что представители как раз службы наркоконтроля будут у нас тоже в гостях. И, в принципе, Михаил Владиславович это отвечает. Он пришлет туда достойного человека, который с детьми на их языке пытается объяснить. На их языке, что очень важно, да. Потому что говорить, вот как мы сейчас, научной терминологией с детьми, это бесполезно. Потому что он сидит, он выключается, потому что он не доходит до него. Но самое главное будет в чем? Объяснить детям, что такое счастье, да. Вот мы о чем говорили, ключевая фраза, да. Путь к счастью. Путь к счастью. Так счастье, значит, в любом случае в мозгу происходит, у нас химическая реакция. По-моему, там в секунду до 10 тысяч химических реакций идет, ну, из источников это абсолютно точно и ясно. И вырабатывается гормон счастья, который появляется, и человек начинает расцветать, вот у него все становится хорошо. Дело в том, что в чем они притягательны, особенно синтетика. Они с одного раза зацепляют человека практически, вот с двух раз, как Михаил Владиславович сказал. Значит, и уже все. Он сидит, он ждет, когда это счастье вот придет, его трясет. Организм сам не способен вырабатывать. Реакции притупляются, и он должен сам вброс какой-то найти. Вот они начинают искать этот вброс к счастью. Но никто не знает то, что счастье может получаться другим совершенно способом. Спорт, занимайся любимым делом, достигни результата. То же самое адреналин. Адреналин тот же самый, совершенно точно. Но только он пользу дает организму, развивает силу мышц, силу ума, в принципе, просто-напросто. И желание двигаться дальше. Не просто где-то найти и украсть, вот лишь бы сейчас и здесь, а перспектива. Вот Ваня сказал, найти и украсть, да, Миша? Одно преступление здесь, в этом океане, безнадеги, я бы сказала, оно порождает другое, да? Ну, во-первых, наркозависимое лицо втягивает еще несколько человек. В любом случае, свой круг общения. Да и круг общения становится характерным. Совершает для того, чтобы добыть денежные средства, чтобы потом их потратить на наркотики, еще ряд преступлений. То есть кражи, грабежи, имущественные преступления, кражи тоже часто совершаются наркозависимыми лицами. Знаете, вот мы здесь сказали о том, что очень важно понимать своего ребенка. И я хочу сказать о том, что это не значит тотальный контроль, то есть куда пошел, во сколько пришел. Но родители должны понимать, чем занят ребенок, то есть представлять его график. То есть если школа, понятно, расписание занятий, тренировки, во сколько они заканчиваются, да, знать в обязательном порядке или хотя бы достаточно четко представлять компанию, с кем он общается, с кем он дружит. Потому что запретить пользоваться мобильными телефонами, интернетом, это значит лишить маленького человека возможности развиваться. Это совершенно не нужно. Но вместе с тем надо четко понимать, допустим, если у ребенка появляются дорогие вещи, допустим, пришел он в кроссовках, все мы знаем порядок цен, да, можно посмотреть и в интернете, и в магазин зайти. Вот не давали вы ему столько денежных средств, и не мог он накопить, ни бабушка с дедушкой, да, там ни в лотерею не выигрывал. Значит, где-то появился заработок, да, непонятный? И любой человек при употреблении наркотиков, вообще, в принципе, при любой зависимости, он начинает изворачиваться. То есть, обманывать, сначала это происходит достаточно складно. То есть, вроде бы, ну, скажет он, я купил у своего одноклассника, вот, нужны ему были деньги на новый телефон, мама подарила ему новые кроссовки, он мне продал их там за тысячу рублей, хотя, допустим, стоят они там 15 тысяч рублей. Поговорить с родителями, да, если такая информация есть. Если у ребенка появляется дорогой гаджет, да, стоимостью несколько десятков тысяч рублей, и, опять же, да, он не занимается какой-то подработкой легальной, тоже задать вопрос, откуда? Покажи документы, где ты его приобрел, у кого ты его приобрел. И самое главное, вот если мы говорим о закладчиках, то есть, это нужно масса свободного времени. То есть, это нужно найти место, да, потратить какое-либо количество времени, чтобы совершить сбыт наркотиков, да, через закладки. Как правило, это различные отдаленные районы, часто это ночное время. То есть, понимать график и открыто общаться. Если такая проблема уже есть, если вы понимаете, что что-то не то, не надо откладывать ее решение на потом. Потом будет еще хуже. То есть, это либо зависимость, либо тюрьма. Третий вариант, ну, либо, скажем так, смерть, да, от передозировки, либо вот каких-то других негативных последствий. Поэтому вот только общение, только четкое понимание своего ребенка и общение ежедневное может дать определенные результаты в воспитании. Ну, тут прописные истины, но, к сожалению, про них забывают. Да, к сожалению, почему-то забывают. Иван Владимирович, еще один вопрос. Путь к счастью. Причем здесь Госфильмфонд? Вы стояли у истоков, как уже сегодня говорили. Но сейчас какая роль Госфильмфонда в этом фестивале, в этой пропаганде здорового образа жизни? Ну, такая, как была изначально. Все равно, чтобы детишкам не дать сорваться в эту пропасть, это первая задача. И, во-вторых, чтобы были счастливы не только они, в принципе, но и их родители. Вот когда, если на правильную тропу поставишь человека, да, и добро ему даешь. Вот этот момент, который все должны понимать, что, в принципе, все в жизни бумеранг. Сделал добро, тебе вернется. Сделал зло, тебе тоже вернется. Но только стукнет по голове гораздо сильнее. Вот этот момент мы упустили. Дело в том, что даже президент Владимир Владимирович на пятилетие присоединения Крыма, вот когда вхождение его в Россию, он сказал, дорогие товарищи, вот эта программа ЕГЭ дала сбой. Если мы ожидали от него немного лучшего, но он немножко не туда нас ведет, надо задуматься и подумать. Про историю говорил об этом, правильно, в школах. В школах что такое? Убрали воспитание. Как это может быть? Мы, дескать, представляем услуги по образованию. А главное, что в человеке должно быть воспитание. У любого мастера всегда был ученик, два-три человека. Ну, вот он из них отбирал лучших, говорил. И вот это общение хорошего человека со своими ребятами, оно порождало вот этот момент движения на ту тропу, куда он встанывал, и начинал двигаться. И шел, и развивался больше мастера. И хороший учитель всегда говорил, что я плохой учитель, если ученик меня не обойдет. Это закон жизни нашего русского мира. По-другому никак нельзя. И вот эта проблема счастья, она в этом и состоит. Чтобы наши дети перешли нас по этому уровню. Чтобы они глубже понимали вопросы мироустройства, философии жизни и так далее. Жить стали лучше. Не благодаря тому, что вот сидя больше нахапали, у меня корабль на 10 метров больше, чем у другого. Да, к сожалению, их у нас учили столько лет. Вот. Из-за чего мы потеряли поколение. И понимаете, у нас же официально бывший министр нашего образования Фурсенко, что он говорил. Мы воспитываем сейчас не творцов, а потребителей грамотных. И вот мы довели, и вот сейчас потребители. Вот мы сейчас большую лужку. И вот сейчас мы расклюбываем. Да. А они-то, у них целое поколение. Вот смотрите, если даже с 2002 года, вот я этим занимаюсь, уже 19 лет прошло, это точно новое поколение выросло. У них еще будет расти. И они-то не смогут перестроиться. Они передадут и тем ребятишкам еще от себя вот этот момент. Надо срочно браться вот за этот воспитательный момент. И поэтому здесь фильмофон, самое главное, показывает хорошие фильмы, привлекать вот замечательных людей, которые этому жизнь посвятили, которые пережили трудные этапы своей жизни. Дело в том, что вот, что бы ни говорили, но любой творческий человек, если он внутри не перегорел, не пережил вот этого ощущения, он не может быть хорошим творцом, ни художником, ни поэтом, ни сценаристом, как угодно. И здесь точно такая же происходит вещь. Вот кто сюда пришел, прикоснулся к личной своей беде и через нее не хочет допустить к этой же беде других, они могут делать и развивать в этом плане и детям. Они искренне верят. Дети, кого никогда не обманешь, это ребенка. Ты будешь говорить ему красивые слова, будешь обещать ему то-то, 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 пряника. Не сделать. Да, но это вот только слова. А Анечка, вот вы тоже вот относитесь вот к этой армии, которая против. Как вы пришли-то к этой идее создать вот этот вот дом матери и ребенка? Ну, на самом деле, я была по ту сторону, да. По ту? Да, о чем вы сейчас все говорили. То есть вы непосредственно... Да, я употребляла наркотики. Вы потребителем были? Да. И опять же... Я вот даже не верю, вот смотрю на эту красивую молодую женщину и с трудом верится. Да, спасибо. Немного сейчас кто-то говорит, но если бы вы меня увидели, например, 10 лет назад, то были бы просто в ужасе. Потому что жила я на улице, спала я в подъездах, там, в лифтах, еще как-то где-то. А родители были? Да, у меня хорошая мама. Ну, наши родители не живут вместе. И мама, она всегда работала, нас с сестрой двое. И, в принципе, мы хорошо учились на пятерке, мы были очень такими активными в школе. А с чего все началось-то? Ну, во-первых, действительно, да, подростковый возраст. Я всегда буду учиться. Во-первых, очень, во-первых, очень, ну, это, знаете, как размытые границы. Вот ты сначала покурил сигарету, потому что где-то вот нашлись ребята или там девчонки, которые, они, может быть, имеют какой-то авторитет. И если, там, вот у нас, например, мама, она работала с утра до вечера. И мы были, ну, грубо говоря, после школы, мы учились на пятерке, мама тоже была рада этому. То есть, в принципе, там... Все хорошо. Да. И когда мы там покурили сигарету, мы прятались, этого никто не видел. Сестра у меня старшая, она, конечно, не употребляла, не курила, ничего. А я была вот такая, очень активная. Я занималась танцем. Тут же многое зависит от характера, да, уважаемые друзья? Да, и моя мама удивлялась, что как это я вот такой человек, и вот не смогла там, ну, что я влезла в эту всю историю. Потом где-то там какой-то алкоголь. Тем более, это нормально. Ну, то есть, это же нормально на Новый год, нормально на праздник. В семье все выпивают. А что такого? А я буду еще на дискотеке выпивать. А что такого, если там... И вот постепенно, когда нам предложили покурить уже там наркотики, ну, такие вот, да, которые выращивают, мы тоже не придали этому большого значения. Но нам уже было, ну, 14 лет. Ну, а что такого? Тоже, мы же не каждый день. И, то есть, такой допинг. Немножко еще, как бы, да, все развивается. У нас появились ребята, которые приходили на дискотеку из богатых семей. И которые привозили из Москвы, начали привозить другие наркотики. Мы попробовали их. И нам казалось, во-первых, мы убегали в этот мир, чувствуя себя просто, ну, как сказать, суперменами. И в это и втягиваются сразу. Потому что даже вот у наркоманов бытует такое мнение, что наркотик умеет ждать. Я попробовала, там, когда уже я попробовала тяжелые наркотики, первый раз мне было так плохо, что я думаю, ну, зачем вот люди там колятся, так плохо. Но через неделю я уже начала употреблять, и все, это стало для меня зависимостью. И в итоге, когда я, ну, я переехала жить в Москву, это тоже там, как сказать, я вышла замуж в определенный, да, там, в 19 лет я вышла замуж. В 20 лет я родила ребенка. И когда уже я развелась с мужем, то есть это был такой, знаете, как удар по моей вот самооценке опять очередной раз. То, что вот я, у меня жизнь не устроилась. И вот, и опять же, ты находишь выход где? С друзьями, в баре, там, еще где-то, там, ну, пиво или там еще какое-то, не важно. Получается, начали мы пробовать где-то в 13-14, в 25 я попала на центр реабилитации. То есть вы сами сделали тот шаг к реабилитации? Или вас каким-то образом убедили? Мне встретился человек на вокзале, вот, потому что я, конечно, мыкалась, уже я на тот момент проживала в Москве, большой город. Вот я туда уехала со своей Смоленской области, тогда я там жила. И я думала, что я буду работать, что-то изменится. Но Москва, она встретила совсем по-другому. И границы дозволенного, естественно, совершенно расширились, да. И уже там, на вокзале, ко мне подошел молодой человек. Он мне сказал о том, что я вижу, что ты зависимая, и я бы мог тебе помочь. Вот есть в центре реабилитации, и вот такой есть в Тверской области. Я, конечно, за него ухватилась, как за Соломинку, потому что зависимые люди, они делятся все равно на два типа. Одни это, которые ждут момента, когда уже они умрут, потому что ты, вот даже, как сказал Михаил, да, что жизнь короткая, много проблем. Я бы даже не сказала, что это жизнь, это просто существование, ты живешь в аду. Во-первых, постоянно какие-то галлюцинации, паранойя, страхи. И, ну, ты понимаешь, что ты умираешь, ты понимаешь, что бывших не бывает, ты понимаешь, что все. То есть ты попал в ту воронку, где вот просто все, уже дальше смерть. Духа, да, не хватает, как сказать, на то, чтобы это победить. И когда мне этот молодой человек предложил о том, что поехать, я, конечно, мы обменялись телефонами, и через, наверное, 3-4 дня я действительно позвонила ему, и он меня привез на центр. Изначально я, конечно, не была в восторге, так скажем. Люди зависимые, они безответственные, не любят они трудиться, ничего не хотят, ни во что они не верят, и никому они тоже не верят. То есть, правильно, о чем мы говорим много лет, что у человека существует только одна цель, это доза. Да. Вот как впереди, да, вот как передосликом морковка. Да, и все. И стираются, чем дольше человек употребляет, тем больше стираются границы. В отношении к себе, в отношении к своим близким. Не потому, что они не любят свою маму, и поэтому причиняют ей боль, а просто потому, что у них нет сил с этим справиться, и это настолько выключается в голове. И ты бы и рад что-то изменить, но ты и сам в это не веришь, и весь мир об этом говорит, что тебе уже ничего не поможет. И ты просто ждешь своего часа, вот у меня друзья, они вешались, прыгали в окна, с крыш, умирали. Но мне, честно, просто духа не хватало. Мне было страшно, я думаю, ну как это вот так стать на крышу и прыгнуть вниз? А уже был ребенок, да? Да, ребенка. Я оставила с мамой, уехав в Москву. То есть, я понимала, что меня уже закрутило там у нас, городок маленький, уже ты должен денег, уже ты идешь на какие-то обманы, вранье, воровство. И ты понимаешь, что я была человеком достаточно известным в своем городе, и преподавала танцы, работала хореографом. И, конечно, я решила вот скрыться в большой массе, где я еще больше стала погибать. И я все реже-реже переезжала домой, естественно. Последние разы моего приезда мама не пускала меня домой, потому что, ну за что я ей очень благодарна, что мой ребенок не видел вот эту вот маму в таком состоянии, грязную, ну непонятно, живущую на улице, естественно, зависимую, со всеми последствиями, да, и внешними, и эмоциональными. И поэтому, когда этот человек мне встретился, я уже, конечно, за него ухватилась. И я понимала, что если мне это не поможет, мне уже ничего не поможет. Я пробовала уезжать, у меня папа в Ставропольском крае живет, я думала, я уеду далеко. Ни переезды, ничего это мне не помогло. И когда я уже приехала на центр, там целая программа, которая взята за основу и у нас сегодня, да, где дом матери и ребенка, это комплекс мероприятий, где, во-первых, конечно, о тебе заботятся, где тебя любят, где в тебе открывают твои внутренние, твой внутренний потенциал, тебя направляют каждый день. Но лечить тоже лечит, ведь это же ломка, как говорится, это же физиологически тяжело. Ну как сказать, да, ломка есть, и абстинентный синдром, да, на первом этапе. Хотя, во-первых, этап вот это пережить. Да, сейчас эти синтетические наркотики, там немножко по-другому у них все это происходит, им просто нужно спать и есть, вот, и там больше психо, вот такая эмоциональная зависимость, когда они отсыпаются, они встают, у них просто, они, нервы у них расшатанные, они уже просто, как сказать, распсиховавшись, могут пойти опять. А вот эти героины, наркотики, которые были раньше, опиоидные и так далее. Да, Миша, мы не можем сказать, что вот они ушли куда-то, героин периодически ведь на черном рынке появляется, да? И у нас бывают они, тоже появляются. Тоже появляются, и у вас последствия, которые в организме, да, вы видите? Я имею в виду, что вот сейчас у нас тоже приходят, и те, кто героин употребляет, и те, кто сентября. Ну да, 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 я говорю, вот вы видите, как и людей уже после того как. Да, и, как сказать, если необходимо вмешательство, например, да, медицинских учреждений, мы, конечно, обращаемся, мы вызываем скорую и привлекаем... С нашей наркослужбой работаете, да? Мы работаем с центром имени Аваева, мы работаем, ну, мы периодически взаимодействуем с разными вообще сейчас структурами, со всеми практически, но когда человек именно переживает эту ломку, на самом деле здесь больше психоэмоциональное состояние, да. Физически все равно, вот я как бывший зависимый человек, я понимала, что мне не поможет ничего, кроме дозы. Или надо, чтобы прошло какое-то время. Капельницы, вот, которые ставят, например, да, и иногда к нам обращаются люди, они переживают за ломку, потому что употребляют сильные наркотики, там, метадоновые, вот эти все героиновые. Мы тоже направляем их сначала, первые дни абстинентного синдрома снять в больнице, то есть, и потом уже приезжать к нам. И в этом плане иногда это действительно им помогает. А так, в принципе, 2-3 дня, они уже больше все говорят в голове о том, что и что теперь, вот мне 45, или там 40, и что теперь, вот, и как теперь будет складываться моя жизнь. Никто мне не верит, потому что те, кто к нам приезжают, родные их знать не хотят. Вот, сейчас мы тоже ждем к нам. Приезжаете из разных регионов? Из разных, абсолютно, абсолютно из разных. Сколько надо время? Вот у вас какие-то курсы или живут? У нас программа год. Год? Да, это минимум год, да. Мы, конечно, советуем потом еще оставаться на год как волонтером в проекте, но это уже добровольно. Как остались вы, да? Да. После лечения? Потому что все равно первый год мы работаем на человека, то есть, и он остается таким же потребителем. Ты его любишь, лелеешь, вдохновляешь, мотивируешь. Мы, у нас, конечно, есть комплекс мероприятий, который мы применяем в рамках проекта, и приезжает к нам и психолог из комплексного центра социального обслуживания населения. И мы проводим разные круглые столы, и арт-терапия, и спорт-терапия. Долгое время, вот в связи с пандемией, у нас немножко этот вопрос ослаб, мы у нас в Южном, в спорткомплексе, в нашем, в Куполе, мы прям возили наших мам, которые иногда и ходят с трудом, мы занимались волейболом и детей. В основном это матери и дети, да? Мамы с детьми. Вместе с детьми. Да, иногда бывает такое, что обращаются, потому что ребенок уже зависимый в 13 лет или в 14 лет. Иногда, потому что это зависимая мама, и у нее есть один, два и более детей. А вот вы рассказываете, меня зацепило просто все великолепное, целый год, вот вы сказали, да, как с малым ребенком. Да. Вы с ними, с этими людьми общаетесь, а выходит, никто о нем общаться-то может быть, никто о нем заботиться не будет. Он пойдет опять же-таки в эту вот никому ненужность. Но смотрите, мы же год не просто, а он у нас живет. Год мы с ним работаем. У нас программа, она поделена на три основных этапа. Первый этап, это как реабилитация, это строгая дисциплина. У нас есть определенные ограничения, которые мы обсуждали заранее. Ну это понятно, понятно. Без телефона, без денег там и все прочее. Он один там не покидает проект. Опять же, конечно, все добровольно, но тем не менее. Вот так. Второй этап, мы уже нагружаем человека ответственностями. То есть у нас нету штата сотрудников в проекте. Работают они сами. Мы все делаем по дому. Сидим с детьми. Уборка, стирка, готовка. Это все они. Да, как волонтеры фонда. У нас очень активно развита социальная работа. Сегодня мы находимся в попечительском совете и в СИЗО номер один, и в комплексном центре, и в общественном совете при Министерстве по семейной политике. Конечно, мы очень много разных проводим социально значимых мероприятий. Мы их туда берем. Оказывается, кто-то у нас мастер маникюра, а кто-то у нас аниматор по профессии. И мы ездим и по детским домам, и ходим в исправительные учреждения, в наше СИЗО, в колонию строгого режима, в примерках у нас. То есть проводим очень много разных мероприятий. И на втором этапе, который мы называем адаптацией, мы уже доверяем человеку телефон, мы доверяем человеку передвигаться, он уже заботится, так сказать, о вновь прибывших мамах с детьми. И, конечно, он полноценно несет ответственность. У нас большой дом на 600 квадратных метров. Где вы располагаетесь территориально? Деревня Колесникова. Приезжайте в гости. А, деревня Колесникова. Это как в фильме будет. У нас наколдание. Да, почему-то. И, конечно, постепенно, когда они проходят программу, они нагружаются, и у них уже не получается быть просто вот меня лилейте, любите, а я буду сидеть и ничего не делать. У нас так не проходит. Ну, то есть человек с каждым месяцем пребывания на него возлагается больше ответственности. Потом уже в конце он должен заботиться о том, чтобы всех накормить и так далее. И это заставляет человека думать о том, что в жизни ничего не валится с неба, ни еда, ни, там, дети сами по себе не воспитываются. У нас этому очень внимание уделяется особенное. То есть у нас каждый день есть час для мамы, каждую неделю есть день для мамы. То есть вот именно о чем говорил Михаил, что каждый день уделяем мы внимание детям. И они учатся этому, и я вам хочу сказать, это проблема. Кстати, Анечка, вашей теме может посвящаться вообще отдельной программе. Я так думаю, что мы с вами встретимся. Надо будет сделать. Буквально, потому что время к эфиру уже, эфира подходит к концу. Если резюме подводить, вы следите за тем, как дальше ваши воспитанники в жизни. Есть случаи рецидивными, не каменными? Конечно. Но есть те, которые вылечились? И знаете, у нас хорошая статистика. Вот мы ее подводим каждый год, сейчас, получается, нашим проектом седьмой год пошел. 40% из тех, кто прошел программу или был в программе, может быть, даже не полностью, это те, кто сегодня больше не употребляет. Это хорошее давание, это великолепно. Несколько слов о том, что противовес одному дому, Миш, по-прежнему у нас, переходим на ту сторону окопа, что называется, наркопритоны, они по-прежнему встречаются? А вот как есть те, кто вылечивает, оттуда есть другие дома, да, где содержат? И по-прежнему разные наркотики, да? Да, наркопритоны – это помещение, которое предоставляется владельцами для употребления наркотических средств, психотропных веществ, естественно, это запрещено законодательством, и ряд случаев было выявление уже в этом году таких составов. Все по такому же принципу происходит, то есть зависимые люди объединяются между собой. Вот каждый сам себе находит, да, вот, находит компанию? Каждый выбирает на себе. На самом деле, даже в больших городах, это прям, как, знаете, как субкультура, все друг друга знают. Да, ну да, да, уже понятия большого город нет. Все друг друга знают, да. Они узнают друг друга, даже не знают. Да, 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 рыбак-рыбака, видимо, издалека. Соответственно, в домашних условиях, как правило, да, хотя, может, в качестве наркопритона используется абсолютно любое помещение владелец, хозяин этого помещения предоставляет возможность употребления наркотиков. Иногда какое-то количество времени они там проживают, иногда просто приходят, употребляют и уходят, да. Вот это уголный состав, и люди привлекаются за это к уголовной ответственности. Жильцы, наверное, бьют тревогу, да, вообще помощь людей, она как-то возросла, вот мы, Миша, говорили с тобой, когда еще ты был в должности, занимался проблемами мошенничества, да, здесь очень важна помощь жителей вообще региона. Здесь тоже, звонят, есть неравнодушные? Конечно, и мы взаимодействуем очень активно с муниципалитетом и с управляющими компаниями, то есть, ну, чтобы просто правильно понимали, наркопритон, это, как его хорошо не конспирирует, всегда будет расследовать. Да, 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 это не утаишь. Которые ходят, да, в ту или иную квартиру, это соответствующие заболевания, да, несвойственные для жилого дома, да, ну и, естественно, люди в состоянии наркотического опьянения ведут себя практически все время неадекватно, но это не остается без внимания окружающих соседей. Миш, несколько слов, буквально несколько слов об нашей армии, о дееспособности тех, кто работает в управлении, оперативные сотрудники. Это реально люди, которые могут, обладают информацией и могут предотвратить? Совершенно верно, да, вы можете абсолютно в этом не сомневаться, это показывает и, как я уже говорил ранее, еженедельное сдержание, и то, что уже сейчас, да, изъято больше 25 килограммов наркотических средств, задержано достаточно большое количество народу, и много задокументировано групповых составов в составе преступной группы, в составе организованной преступной группы. И также мы очень активно отслеживаем интернет-контент, у нас есть специализированное подразделение по противодействию наркогрузии в телекоммуникационной сети интернет. Более 55 сайтов уже установлено за истекший период времени, да, которые распространяли противоправный контент, связанный со сбытом пропаганды наркотических средств, и 35 уже заблокировано с использованием возможностей Роскомнадзора. Вот это очень важная информация, потому что противник использует интернет, надеясь, что это будет игра, что называется, в одни ворота. Иван Владимирович, пожелания, пожелания жителям региона. Пожелания жителям региона следующее, что вот то, что сказала Аня, это, во-первых, от всех жителей района и города всего нашего и региона единицкий поклон, это великое мужество человеку признаться вот так, и на этом уровне она себя вот ощущает уже совершенно другим человеком. Но выйти на этот уровень не представляется возможным очень многих, даже из тех, вышедших из их попечительства, 40 срывается процентов, да, а чтобы туда попасть, они не принимают большинство вообще, они говорят, да не верим ни во что вы это делаете. Главное, чтобы не сесть на это, вот самое страшное, чтобы детям объяснить изначальной стадии, что ребята, вот то, что вы сделаете, это далеко не каждому дает, это один из сотни может выкарабкаться, а особенно вот девочкам, у них вообще тяжело, мужики еще как-то могут убрать на себя. Надо цель, вот если он для себя поставил цель и захотел выкарабкаться, он сделает еще это при помощи вот этой системы. Если этого не будет, бесполезное дело. Поэтому наша задача максимально сейчас вот на этом этапе, начиная с детского сада, все равно делать и как можно больше объяснять им, что вот эта вещь, на которую вас подсаживают, тем более сейчас, вот Михаил Владиславович не даст сказать, появились вещи, которые для детей специально леденцы делают, еще что-то. Вот такое, да, уже начали конфеты, совершенно точно. И они не понимают того, что они едят уже, а потом уже бегают за этими конфетками, понимаете, какая штука. И они в возраст уже перешел, уже начинают с третьего класса подсаживать на эти вещи, понимаете. А у них когда нет сознания и понимания того, что вот это нельзя, а это нельзя, это добро или зло, он еще не понимает, он как человек не вырос, он просто не готов к этому. Он делает все возможное, что угодно, он из дома украдет, что угодно, он папу-маму убьет. В прямом смысле это слово. Да господи, было сколько у нас таких случаев. Было, столько этих случаев, я не буду даже их перечислять. И поэтому вот это, чтобы не допустить, надо, значит, эту войну предупреждать еще до окопов. То есть просто-напросто сказать, ребята, а потом, собственно говоря, помните, враги наши, как говорили, для того, чтобы победить, не обязательно стрелять в войну. Достаточно воспитать детей в их, вот в своем направлении. Да, да, давай. Анечка, буквально несколько слов. Вот вы прошли через этот ад. Уважаемые друзья, вот вы послушали, что это была не жизнь. Ваш совет, совет человека, который знает, о чем говорить. Ну, это страшно. Очень многие не вернулись, как бы, да, из этой, из той реальности. И поэтому не нужно никогда, знаете, недооценивать врага, во-первых. А во-вторых, что хочу сказать, что никогда не нужно оценивать человека, что ему уже ничего не поможет. Это, вот я бы обратилась тоже как к жителям региона, может быть, соседям, может быть, там, какие-то знакомые, может быть, люди, которым уже 300 раз пытались помочь и не помогало. Пока он живой, человеку возможно помочь. Поэтому нужно верить... Не созрел еще. Да. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу, подошел уже к концу. Спасибо огромное за ваше участие. Я надеюсь, что ваши советы, ваши предостережения жителям региона, они действительно помогут. Прислушайтесь. И давайте всем, пожалуй, не делать, не делайте первый шаг в эту бездну, пожалуйста. А детям, когда вам заинтересовала вдруг наша сегодняшняя передача, пусть 15-го числа в кинотеатр мир приходит. Да, да. И там все вам расскажется вместе с родителями. Уважаемые друзья, будьте здоровы и живите безопасно и правильно. До свидания. Всего доброго.